октябрь утро на таежной реке под ногами хрустит трава это лед вчера еще там была водичка идем к реке посмотрим обстановочку конечно это было авантюрой некотором смысле залезть на южную речку в октябре месяце когда может ударить мороз ее может просто заморозить и тогда с нее выбраться будет достаточно непросто весь у вас нет вот таких аэросаней ну что земля застывшая отчасти один берег тоже покрылся курочка льда ну будем ждать когда он немножко потает чуть-чуть потеплеет выйдет солнышко и попробуем порыбачить хочу закрыть сезон здесь это моя традиция в этом году были непростые рыбалки можно сказать очень тяжелая но познавательная была сложная рыбалка в июне хоть и трофейная но осталось много вопросов что происходит с природой что происходит с водой и эти вопросы еще стали более актуальными после того как я в этом году стал ездить верховья обе на рыбалка оказалась просто очень интересной и добычливой хотя мы мало ловили но половили очень качественно две другие рыбалки оказались архитрудовыми и вели меня в какой-то ступор мы находили очень мало рыбы для такой реки рыба куда-то делась и это не касалось только щуки это касалось и езя и окуня просто рыбы куда-то исчезли и если вот я скажу что для тех кто живет и ловит на обе что не было ни одной поклевки езя но могут даже не поверить но это было действительно так в августе вы куда ни кинь везде этот я есть грязь как его еще здесь называют местные жители клевал чуть ли на каждом забросе и буквально две-три недели ни одной поклевки за пять дней крайняя рыбалка на верховья в томской области тоже меня впечатлило очень интересные места очень рыбные места по сути такой оазис обский для щуки и в общем то мы ловили на хорошо оборудованной лодке у нас зашил был по ноктекс и мы работали с ним забрасывали прибанку прям под нос рыбе рыба поворачивался просто уходила в других местах внизу я в это время обе ходе и рыбалки были тоже трудовые на обе не бывает не трудовых рыбалок вознаграждалась рыбалка в этих краях поимки хороших трофеев и было их достаточно много такое впечатление что весь хищник сверховья скатился вниз и это дикие расстояния трудно поверить что рыба так мигрирует на такие вот расстояния видать с низким аномально низким уровнем воды мигрирует бель и также мигрирует за ней хищник концентрация его резко уменьшается и чтобы выжить питаться он уходит более полноводные наверно края это моя догадка я не я не претендую что это так она этот вопрос я еще хочу поизучать это очень интересно что происходит это даст какие-то новые новое понимание как ловить в этих краях при таких тяжелых условиях но тем не менее сейчас я на ямале я на таежной реке и я буду сегодня ловить здесь в этот раз я взял ограниченное очень количество приманок чуть попозже я их покажу и я постараюсь их разловить посмотрим что с этого получится передвигаться мы будем на лодке пвх потому что нынешние перекаты здесь не пройти с водометным двигателем лодочка сопровождать меня будет не сменный наш местный как говорят сейчас модно гайд или гид андрей и вот мы вдвоем двинемся в некоторые места где ранее мы доходили и пробовали там ловить щуку до то был один раз и в другое совсем время так что пойду я собираться надо готовиться продуматься как минимизировать свой багаж в лодке и я хочу продуматься для меня рыбалка с берега это не что давно забыто старая как все это реорганизовать как снимать как вытаскивать рыбу я уже пробовал до этого мне показалось это крайне так небезопасно рыба очень мощная сильно она разгоняется и старается сбить приманку если раньше это была железная лодка то сейчас лодка пвх это не выход да ты стоишь в пвх сапогах и это тоже надо сказать очень опасно если она садит крючок сквозь сапоги в ногу мало не покажется поэтому я как-то думаю приспособить подсак для этих целей до включать камеру подсачивать вытаскивать прибанку позе показывает рыбу это все первый раз в такой ситуации я сейчас вот буду думать как это все сделать чтобы было наиболее интересно и смотри кабельно пойду заниматься работой рассвет сегодня ожидается хорошая ясная погода будем надеяться что от солнышка будет тепло и рыбка активизируется но теперь посмотрим чем я буду ловить сегодня у меня будет лизард до 200 грамм 8 и 6 до этого я ловил с берега короткой палкой и не добрасывал до нужных точек катушка мне бфт инстинкт семерка я уже отловился хорошо мне нравится катушка достаточно надежная плетеночка у меня верю вас номер 10 я ловлю толстым шнуром особенно осенью и это оправдывает себя на иногда нужно там выдергивать приманки зацепов и не церемониться с крупной рыбой не давать и гулять по локальным точкам либо это может быть крайняя рыбка погуляв месту где концентрируется другой хищник она ее просто может тупо распугать катушечки меня запасная плетеночка шпуля запасная здесь плетеночка потоньше шестой номер то есть 10 у меня и 6 это у меня про запас ловить я буду поводком hard собственное изготовление поводок флюровый 117 по как показала практика что щуки такой толщины 117 перекусить достаточно сложно неоднократно меня поводок попадал в пасть крупных щук и пока ни одну я не потерял а вот 105 прошлый раз у меня щука перекусила и мышь в двухсоставная кастомная благополучно ушла вместе с рыбой так что 117 это более менее гарантия на то что все будет с трофеем хорошо счастья все намотаю привяжу привязку плетенки я уже не буду показывать просто по достаточно прохладно несмотря что так одет у меня из домика и целую ночь ступилась печка чувствую что тело очень нагретое и пока мне еще не холодно но пальцы уже мерзнут в общем когда я подготовлю спиннинг мы посмотрим приманочки вот такая вот картина какая красота но я надеюсь что лед отойдет через пару часиков и мы отправимся в путь я испытываю лед посмотрим мое оснащение так у меня здесь еще не распакованный подсадкой свк инструменты бфт-шные плоскогубцы их смазал чтобы они не застыли у меня у меня не с буйками иногда падают воду и чтобы их мы хотя бы можно было за что-то хватиться и вытащить мощный зевник хукаут бессменная инструмент который моем арсенале кусачки у меня бфт тоже смазаны механические раповский безмен для взвешивания рыбы на всякий случай или гриб обязательно я беру с собой швейцарский нож в котором есть практически все что нужно ну и перчатки я ими не пользуюсь я беру руками перчатками не пользуюсь хотя они мне всегда собой так коробочка в коробочке у меня батарейки запасные подгрузки там всевозможная мелочевка и всевозможная мульки штучки о них поговорим чуть позднее и плоскогубчики для кольчиков для колец один у меня spinnerbait поводки здесь флюорокарбоновые и естественно для ремонта резины паяльник и обязательно запасные крючки по приманкам ловить я буду на резину job машин машу резина отлично себя показала мягкая рыба и охотно заглатывает ну и в качестве разбавки будет 13 фишинг вот такой шат лишь это приманочка мне вот верховья обе хорошо сработала принеси пару хороших рыб так что я ее тоже хочу половить ей и посмотреть как на широкотелые приманочки будет реакция щуки так просветка запасными хвостики просветом как как все обычно мне уже отработанные есть расцветки по резине приманки оснастил заранее чтобы на холоде меньше ковыряться вот это издержки того что все с крючками все перепутывается ну так как приходится ездить на перекладных все минимизировать по весу так ну и для меня еще запасных так сказать ну вот резина с которым мы будем работать так по твердым приманкам по твердым приманкам гуппи всегда его беру с собой гуппи обязательно очень логчая приманка это у меня вестин ну и два дайвера ливен стон отличность показали на рыбалках в этом сезоне я с удовольствием на них еще продолжу ловить нравится мне это звучание прям крякает маленький утенок так вот по твердым приманкам не их 4 и пятое это бвз всем бит очень давно не ловил на съем бит и мне очень крайне захотелось половить на эту приманку она очень медленно толстенькая она издает очень мощные колебания боковые это активизирует хищника ну и конечно это мыши мыши у меня кастомные в этот раз на серийные мы здесь ловили всегда но попробуем половить на кастомные такие мышки запасные хвостики такие вот разные расцветки двухсоставные мы взял одного бобра на всякий случай вот бурундук мастер прошлый раз был самый на рыбалке поймал восьмерочку на этого бурундука так что вот такой арсенал возможно до чего-то не дойдут руки это не значит что приманки не работали или еще чего просто если брюбанка выстреливают на нее хорошо ловится я не считаю нужному ее сменять и тратить время которое у нас достаточно ограничено так что вот и все что я хотел показать секретов никаких нет будем начинать ловить будем начинать ловить ловить во pagar е